МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кселенопенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уборка деревьев и выемка грунта. Началась очистка реки Сатис. На страже самого дорогого, как работает Центр здоровья в детской поликлинике. Помощь четвероногим друзьям волонтеры-приемника получили грант президента. Далее расскажем во всем подробно. Новые выплаты, перерасчет транспортного налога, требования к микрокредитным компаниям и многое другое. С 1 июля в России вступает в силу ряд законов. Впервые вводятся ежемесячные пособия для беременных женщин. Ранее они были единоразовые и очень низкие. Теперь пособие начнет выплачиваться с момента постановки на учет женской консультации до месяца родов или прерывания беременности, если обратиться за пособием в течение 30 дней после постановки на учет. А если обратиться позднее 30 дней, то пособие назначается с момента обращения, а не с постановки на учет. Выплату будут назначать с учетом оценки нуждаемости. С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию, включающую дополнительные обследования. Вступает в силу постановление правительства, которое вносит изменения в программу госгарантии бесплатной медицинской помощи. В первую очередь планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме. В Минздраве рассказали, что углубленная диспансеризация пройдет два этапа. Первый включает семь обязательных обследований. Общий биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка Д-димера в крови. Причем все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. При необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования – эхокардиографию, компьютерную томографию легких, доплеровское обследование сосудов нижних конечностей. С 1 июля для информирования россиян о мерах соцподдержки будут использовать сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Граждане смогут оперативно получать консультацию о своих правах на пособия и льготы. Информирование будет доступно на портале госуслуг, а также по телефону. На базе Пенсионного фонда России создают единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8 800 2412. Федеральная налоговая служба откажется от перерасчета транспортного налога в сторону его увеличения. Такая норма уже действует в отношении налога на имущество и земельного налога. Перерасчет транспортного налога из лица не будут проводить, если он ухудшает положение налогоплательщика. Также с 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем визы и мастер-карт. Социальные выплаты будут приходить только на карту МИР. К другим новостям. Началась расчистка реки Сатис. До 1 декабря подрядчик компании Самары должна расчистить пять участков. Первый до Маслихинского моста, второй до Нового моста и далее у Плотина. Очистка включает в себя уборку упавших и затопленных деревьев, выемку грунта, камыша иловых отложений. Подробности далее. Около 6 километров реки Сатис расчистят в ближайшее время. Подрядчик ООО «Флагман» из Самарской области. В прошлом году расчищал Вичкинзу в Дивеевском районе. Работы на Сатисе будут производиться плавучим экскаватором. Сначала грунт погрузят на берег, а после обезвоживания донные отложения вывезут на полигон. За день экскаватор может вынуть до 1000 кубометров грунта. Расчистка реки разделена на пять этапов, на пять участков. Первый участок будет до Маслихинского моста. Второй участок с Маслихинского моста до Нового моста. Далее идем к Платине. Некоторые жители города переживают за жизнь уток и лебедей, которые не так давно появились на водоемах Сарова. При расчистке реки их гнезда могут быть уничтожены. Мы осветим это в массы. Значит, и то, что вы примете, какое решение за горожанами. Значит, оставляем этот участок реки и не будем его чистить. Значит, пускай гнездятся утки. Значит, мы его оставляем. То есть, если примете, давайте уток перенесем, мы перенесем их и почистили. По контракту подрядчик должен выполнить работы до 1 декабря. Но, по словам представителя компании, расчистку планируют закончить досрочно, в течение трех месяцев. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, появится в России в следующем году. Об этом в эфире радиостанции «Милицейская волна» сообщил глава госавтоинспекции Михаил Черников. Он пояснил, что прибор будет показывать наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Волонтеры приемника для животных «Зато верный друг» получили грант президента Российской Федерации. Деньги пойдут на специализированное оборудование. Три больших мобильных модуля из пяти клеток с камерой оксигенации для содержания животных. Она поможет успешнее выхаживать ослабленных собак и кошек. Один модуль сочетает маленькие, большие и очень большие клетки. Также волонтеры приобретут керамические обогреватели. Благодаря оборудованию, приобретенному на средства гранта, можно сократить расходы, связанные с содержанием клеток. Сэкономленные средства перераспределят на другие статьи расходов на содержание животных. Волонтерский центр «Радость моя» начинает ежегодную благотворительную акцию «С миру по листочку». Ее цель – помочь собрать школу, детей и семей в трудной жизненной ситуации. Сбор благотворительных пожертвований за коронавирус в этот раз будет проходить на платформе «Соберу». Подробности по телефону – плюс семь девятьсот шесть триста пятьдесят три сорок шесть тридцать семь. Художественная галерея обновила летнюю программу. Каждый будний день для семейного и индивидуального посещения в двенадцать часов проходит творческая мастерская. В одиннадцать и в тринадцать – детское кино. Участие по обязательной предварительной записи телефона для заявок – семь ноль два восемьдесят семь и шесть шестьдесят четыре ноль девять. Численность группы – не более пятнадцати человек. Все посетители в масках. Соблюдение норм социального дистанцирования. Количество мест в кинозале ограничено. Полную программу можно посмотреть в группе художественной галереи ВКонтакте. Для лиц старше шести лет. В Нижегородской области продолжают проверки соблюдения требований указа об введении режима повышенной готовности. В рейдах ежедневно задействовано от 269 до 275 патрулей, в которых участвуют сотрудники полиции, представители органов исполнительной власти, муниципалитетов и волонтеры. За неделю в регионе проведено 123 проверки юридических лиц и 1573 в отношении физических лиц. Вынесено 356 протоколов, проведено 1220 профилактических бесед. Выявлено нарушения, допущенные юридическими должностными лицами и индивидуальными предпринимателями. Самые частые связаны с тем, что нет рециркуляторов. Нерегулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств и дезинфекция контактных поверхностей, а также с отсутствием входного фильтра с обязательным измерением температуры. На курорты Краснодарского края пустят людей, переболевших ковидом, без сертификата вакцинации и отрицательного теста на коронавирус. Чтобы заселиться в отеле или санатории на курортах Кубани, граждане будут должны предъявить медицинский документ о перенесенном заболевании или соответствующий сертификат из личного кабинета на портале госуслуги. Первоначально власти края хотели с 1 июля заселять в отеле только привитых от коронавируса и тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест на ковид, а с 1 августа только привитых. До 1 августа отправиться на отдых в Краснодарский край можно и с ПЦР-тестом, полученным не ранее, чем за три календарных дня до заселения. Согласно документу, детям до 6 лет не потребуется результат ПЦР-теста. Дети с 6 до 18 лет могут пройти один раз в год бесплатное комплексное обследование в Центре здоровья в детской поликлинике. Можно проверить дыхательную и сердечно-сосудистую систему и зубы. Также медики проводят экспресс-анализ на сахар и холестерин. Подробнее о работе Центра здоровья расскажем далее. Профилактика и раннее выявление заболевания ребенка – главная цель, которую ставят перед собой специалисты Центра здоровья. Он работает на базе детской поликлиники с 2012 года. Приходят сюда как организованные группы школьников, так и одиночные посетители, которые могут записаться через портал пациента. Пройти обследование можно бесплатно один раз в год. Центр здоровья принимает детей от 6 лет. Ежегодно у нас проходит не менее 3000 детей через Центр здоровья. При этом 2500 проходит первично, первичное обследование. Повторное обследование проходит 500 детей. Центр здоровья не заменит полноценный медосмотр. Это скорее дополнение. Но то оборудование, которое здесь установлено, отличается от обычных приборов в кабинетах других специалистов. Обследование в Центре здоровья позволит выявить наличие функциональных отклонений в организме и заранее предотвратить заболевание. В Центре здоровья есть несколько кабинетов. В одном из кабинетов проводится комплексное обследование, которое включает в себя много приборов. В частности, измерение роста, веса, измерение кожаной складки, дальше измерение артериального давления. Также в первом кабинете проводится обследование для оценки внимательности, проверяют время реакции ребенка. Затем пациенту предлагают исследование на кардиовизоре. Он показывает сердцебиение, частоту пульса, сердечных сокращений и ритм сердца. Дальше по показаниям мы уже смотрим, если у ребенка избыточная масса тела, либо наоборот дефицит массы тела, мы проводим биомпеданс. Это соотношение жировой массы костной ткани и воды в организме. Во втором кабинете проводят исследование на уровень глюкозы в крови, холестерин и измеряют функцию внешнего дыхания. После этого пациентов отправляют на обследование зубов. Там выявляют факторы риска стоматологических заболеваний и рассказывают о профилактике и гигиене полости рта. При выявлении твердого зубного налета, либо пигментированного, провожу профессиональную гигиену. Также обрабатываю вторицидержащими средствами кальция, содержащими препаратами зубы у детей. И при необходимости назначаю на повторные посещения. Также специалист с помощью модели показывает, как правильно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Как выяснилось, секретами правильной чистки владеют единицы. Затем, согласно стоматологическому статусу ребенка, она рекомендует средства по уходу за полостью рта. Если есть миловидное пятно, то мы проводим профилактику, то есть наносится аппликация вторицидержащими препаратами. У нас в наличии их достаточное количество. Если кариес обнаружен в полости рта, то направляется крачу-стоматологу обязательно с рекомендацией. После всех обследований ребенка направляют к педиатру, который определяет план дальнейших действий. Если необходимо, назначает повторные обследования и направляет к узким специалистам. После долгого перерыва в поликлинике номер один возобновил прием врач-нефролог. Этот специалист занимается диагностикой болезней почек и их лечением. Наблюдает за пациентами с пересаженной почкой. С какими проблемами к нефрологу обращаются саровчане и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить свое здоровье? Расскажем далее. Около трех лет в первой поликлинике не было нефролога. В это время саровчанам приходилось обращаться к другим специалистам, чтобы пройти обследование почек. С начала года этот пост занимает Светлана Четырёва. Закончив ординатуру, она пришла работать в КВ-50 терапевтом. Позже прошла подготовку по специальности нефрологии и теперь помогает пациентам следить за здоровьем почек. Почки называют немым терпеливым органом. Чаще всего первые симптомы у пациентов наблюдаются, когда идет снижение функции почек более чем на 70%. Поэтому есть даже такое высказывание, что почки умирают молча. Когда человек обеспокоит боль, он, естественно, сразу бежит к врачу. Поэтому здесь порой приходят пациенты и говорят, я не знаю, зачем меня к вам направили, у меня по вашей части все хорошо. По словам специалистов, на работу почек влияют множество факторов. От стрессов и перехолождений до неконтролируемого приема таблеток. Выявить недуг на ранних стадиях трудно. Нет первичных симптомов. Задача врача – вовремя установить диагноз, когда еще есть шанс вылечить почки. Конкретной какой-то симптоматики нет. Зависит от того, что привело. И вот я вам говорю, если это артериальное давление, которое ничем не контролируется, то нужно обратиться к нефрологу. Отеки, которые беспокоят пациентов. Врачи-нефрологи не только составляют план лечения и назначают лекарства. Они определяют причины заболевания и проводят диагностику. Назначают диету и даже корректируют распорядок дня, чтобы восстановить здоровье пациентов. Не злоупотреблять алкоголем, не курить, следить за уровнем артериального давления, за уровнем сахара в крови, правильно корректировать артериальное давление сахара в крови и опять-таки не злоупотреблять, еще раз повторюсь, лекарствами без назначения врача. Специалисты рекомендуют лучше следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование, чтобы избежать серьезных заболеваний. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. На территории Нижегородской области продолжается пилотный проект «Трезвое лето». Его цель – предупредить смертность ДТП, которая происходит по вине пьяных водителей. Подробнее о проекте сотрудники ГИБДД рассказали на брифинге для журналистов. На встречи побывала и наша съемочная группа. Сообщи, где едет зло. С таким призывом сотрудники госавтоинспекции обращаются к жителям Нижегородской области. Профилактическая акция «Трезвое лето» – пилотный проект правительственной комиссии Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения, по снижению смертности в ДТП, по вине нетрезвых водителей. Акция уже нашла отклик у жителей области. С 26 мая, с того момента, как начал функционировать телефон доверия, в 119 по информированию по нетрезвым водителям было получено 423 сообщения о нетрезвых водителей. Было задержано 88 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. Промежуточные итоги профилактической работы сотрудники госавтоинспекции подвели в онлайн-режиме. Брифинг с журналистами областных изданий прошел на платформе «Зум». По количеству задержанных лидирует Нижний Новгород. Там привлекли к ответственности 29 человек. В Дзержинске – 9 нарушителей, а в Арзамасе – 7. В Сарова в списке лидеров нет. На моей памяти было 9 таких звонков. В трех случаях водители были задержаны. В шести случаях либо автомашина уже была обнаружена в микрорайоне, где она была замечена, и водителя не было. Либо она вообще бы не была обнаружена, либо куда-то уездла, в другой микрорайон, либо покинула территорию нашего города. Принять участие в профилактической акции может любой житель города. Если вы видите за рулем человека в измененном алкоголем состоянии, сообщите об этом по номеру 112. Один звонок может спасти чью-то жизнь. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова